МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Забайкальском крае 24 тысячи человек оказались без работы по состоянию на 29 июня. Об этом сообщает пресс-служба Краевого Минтруда. Ранее зап.ру писал, что реальная безработица в России превышает официальную статистику больше, чем в два раза. Также семьям с детьми от 3 до 7 лет профинансировали дополнительную заявку на выплаты. Александр Осипов рассказал о проблемах Забайкалья на онлайн-заседании глав дальневосточных регионов. Владимир Путин поручил полностью восстановить рынок труда. К 21 году Забайкалье вошло в число российских регионов с высоким уровнем безработицы. Администрация Читы сегодня обратилась к жителям города с просьбой сообщать в единую дежурно-диспетчерскую службу о провалах-размывах дорог, протекающих из-за непрекращающегося больше суток дождя о крышах. За сутки на устранение нештатных ситуаций в городе работали 23 единицы техники. Погрузчики, экскаваторы, самосвалы, мотопомбы, автокраны и другие машины. Сегодня работы продолжатся. Новый учебный год в российских школах начнется 1 сентября. Дети продолжат учебу в обычном режиме. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Его слова приводит агентство Интерфакс. При этом с возобновлением очных занятий меры эпидемиологической защиты будут усилены. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что российские школы откроются для учеников в начале сентября. Служба уже подготовила специальные рекомендации для организации учебного процесса.